На свидании девушка спешила в туфлях на высоких каблуках и в толпе случайно зацепила шедшего навстречу старика. Обернулась, дедушка, простите. Он поднял уставшие глаза. Милая, куда же вы так спешите? И ждут меня, опаздывать нельзя. Хорошо, когда вас где-то ждут и встречают с радостью на лицах. А моя любовь нашла приют там, куда могу не торопиться. Девушка взглянула на букет, и в глазах застыло сожаление. Он продолжил. Вот уже семь лет ей ношу ромашки в день рождения. Их она особенно любила, волосы вплетала ей венок. Даже в день знакомства, помню, было платьишко на ней в такой цветок. Много лет мы были с ней женаты, но не гасли в любви волшебный пыл. С первой встречи до последней даты. Я всю жизнь ее боготворил. Улыбнулся, крепче жал букет и пошел тихонько к остановке. А она глядела ему вслед, словно не слетела без страховки. Он там ждет, за столиком в кафе, злится, ведь у них всего лишь встреча. Галочка, помеченная в графе между тренингом и важной встречей. Да, он изначально не скрывал, кто такой, какой машиной рулит. После встречи такси и вызывал. А она надеялась, что любит. Олыбнулась, сбросила звонок. Номер удалила в неизвестность. Знала все, что он ответить мог. Только больше ей не интересно. Нужен тот, кто будет понимать и любить, и чувством дорожить. Нужен дом, в котором будут ждать и букет ромашек от души.